Фильмы для всей семьи. Кинопоказ организовал настоятель храма Сергия Радонежского. Открытый кинозал собрал зрителей у стен храма. Смотрели поучительную картину «Мы с дедушкой». Микрорайон «Солнечный». Прямо у стен храма Сергия Радонежского настоятель вывешивает экран и устанавливает колонки. Через пару минут заработает семейный кинотеатр. Церковных скамеек не хватает. Жители близлежащих домов приносят стулья и табуретки с собой. Уличный кинозал здесь открывают уже в третий раз. В этом году получилось найти благотворителей. И прихожане помогли. И вот собрались средства. И вот теперь за моей спиной показывают интересные мультики, назидательные, поучительные. Есть необходимость, чтобы детям вначале, как по мне, немножко рассказать о нравственных нормах. Потому что дети сейчас зациклены на какие-то современные мультфильмы. Может, они имеют какой-то нравственный смысл, но он где-то очень глубоко. Здесь я решил показывать больше советского кинематографа, плюс еще современные фильмы с нравственным содержанием. Это все, чтобы объединять вот так вот людей, чтобы люди собирались. Тем более, зачастую фильмы, мультфильмы, они такие более семейные, добрые. Ну, чтобы дети, можно так сказать, учились в доброте. Просто чтобы вот так вот по-доброму, хорошо проводить вечера, чтобы людям было приятно. Хорошо, что здесь появился кинотеатр, потому что с помощью него мы сможем бесплатно смотреть мультики и фильмы. В этот раз в кинозале старый добрый советский мультфильм «Варежка» и российская кинолента «Мы с дедушкой». Этот фильм выпущен почти 10 лет назад. В нем рассказывается о мальчике, которого родители на лето отправили к дедушке в деревню. Маленький герой видит деда в первый раз. Сначала они не ладят, но через время дед и внук становятся друзьями. Полтора часа на одном дыхании. Зрители с интересом следили за событиями на экране. Это потрясающая идея. Во-первых, это отобрано. Это уже заранее известно, что детям ничего не навредит. Я даже как мама могу отпустить и доверяю человеку, который это организовал. Это супер просто. И уверена, что сделает ребенок себе хороший, себе вывод. Сегодня мы встретились еще с одноклассниками здесь перед первым сентября. Просто позитив на позитиве сегодня у нас. Отличная идея. Да, хорошая. Почему нет? Детям интересно. Жалко, конечно, что к концу лета же подходит к концу лета, но идея отличная. Следующий кинопоказ уже 31 августа. Можно будет увидеть фильм известного советского режиссера Александра Птушко «Сказка о потерянном времени».